Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новое видео на проекте Amazon Replay, это второй сервачок, и сегодня, пацаны, будет максимально необычное видео. Я думаю, по превью, либо по названию ролика, вы уже догадались, что сегодня будет происходить, это будет просто максимально необычный ролик, я хочу от вас увидеть здесь максимальную поддержку, давайте на этом ролике наберем 200 лайков. Я бы хотел вас сразу предупредить о том, что передача аккаунта строго запрещена правилами проекта, то есть я получил добро, мне разрешили зайти на аккаунт моего друга и записать видео. Вам, пацаны, так делать нельзя, это запрещено правилами, и если вы такое сделаете, то аккаунт просто забанит, поэтому так ни в коем случае не делайте. Я думаю, вы поняли, что сегодня будет, сегодня я вам покажу аккаунт одного из топ-донатеров, который очень много задонатил за все свое время игры на данном проекте, он как бы играл и на первом серваке, и на втором серваке, но хочу заметить то, что данный игрок поднялся не только исключительно из-за доната, он как бы предпродает машины, номера и так далее, работает дальнобойщиком, то есть он также зарабатывает. Не нужно думать то, что данный человек заработал все с помощью доната, и без доната он ничего не может. Также для тех, кто желает начать играть на проекте Мазин Холиплей, есть, конечно же, мой самый просто лучший промокод, его можно вводить на любом серваке, вам всего лишь нужно зайти на любой сервак, ввести ему промокод, вкачать уровень, и вы получаете бабки, а именно 450 тысяч. Ну а я, конечно же, всем желаю приятного просмотра, приятного аппетита, смотрите видео от начала до конца, ставьте лайки, и, конечно же, подписывайтесь на канал. Ну что ж, я думаю, как многие догадались, это получается аккаунт моего друга, Максима Адигамова, он же Америкос. Это, получается, один из топ-донатеров, он реально очень много донатил, честно, не знаю, сколько он донатил именно точно, ну, примерно там 500 тысяч, может быть, миллион, он за 3 года задонатил, получается, на проект Амазин Холиплей. То есть данный человек живет в Америке, он донатил в долларах, и он там на рулетке закидывает по 15, по 30 тысяч рублей, по 50 тысяч рублей, там, и так далее. Также он много денег закидывал на ивент, то есть пацан реально такой топ-донатер. Первое, что я предлагаю посмотреть, это, получается, статистику, вот, Максим Адигамов, получается, 53-й уровень, в банке у него лежит 100 миллионов, на руках у него 3 миллиона рублей. Что мы здесь видим, пацаны, это очень дорогая симочка, которая стоит, ну, где-то 100 миллионов, пацаны. Живет он, получается, у нас возле порта, это сделано для того, чтобы продавать там машины с рулетки, потому что он частенечко любит покрутить рулетку, и для того, чтобы комфортно продавать эти машины, потом в дальнейшем, которые он выбивает, он себе просто купил дом недалеко от порта, чтобы просто зашел быстренько, отвез машину, заработал бабки и все. Поэтому домик у него, конечно, максимально просто простенький. Давайте я предлагаю последний приз, чтобы вы точно убедились, что это, как бы, лютый донатер. 262 фиата, получается, 82 лады приоры, 54 нивы, как бы логаны, то есть здесь реально много тачек. Где-то 20 миллионов уже получится просто, если продать вот эти машины. Также давайте посмотрим у него там окраски, оружие, в принципе, ну, пацаны, реально аккаунт донатеры, что вы хотели? Просто, ну, давайте рецепты на оружие посмотрим. Тоже очень много штук, просто 90 штук, понимаете, у него это випки. Ну, также вот статистика персонажа, ну, я думаю, здесь, в принципе, и так, все понятно. 3, получается, нитро, 3 аудиосистемы и 3 трехтищупа. Это где-то 200-300 миллионов. Вот это все, он, как бы, это копит, чтобы вышла обнова, и он хочет сразу затюнить новые машины, чтобы у него были, как бы, заряженные, пиздатенькие. Ну, а теперь предлагаю посмотреть его транспорт, он у него тоже довольно-таки интересный. Итак, у него в автопарке имеется вот такая вот новая ешка, 3-й чип аудио нитро, то есть реально заряженная. Честно, я не знаю, сколько это стоит, ну, примерно, наверное, лямов 160-150, вот такая вот ешка, в принципе, стоит. Может быть, я ошибаюсь, пацаны, в ценах особо не шарю, но знаю, что эта тачка, как бы, не из дешевых. Ох, ебать, ты шо, ох, ебать, ты шо, Валера, блядь! Я просто давно на ешке не ездил, она просто ебнутая, реально. Реально давно на ешке ездил, ебать, на нахуй. Она просто лютая, пацаны, она просто лютая. Ешка, это реально самая просто нибовая тачка, просто реально отвык от третьего чипа. У меня тут ешка есть, как бы, но не с третьим чипом, и она вообще дешевая, у меня там просто обычный тюник стоит. Такой экземпляр стоит, ну, примерно 150 миллионов рублей. Третий чип, пацаны, аудиосистема, стробоскоп. Не знаю, ну, это такая фановая, мне кажется, машина. Типа, ну, просто так по фану покататься, поугарать там, послушать музыку. Но едет, пацаны, она очень хорошо, то есть максимальная скорость у него, блядь, прям очень большая. Едет, ускоряется, стробоскопы работают. Та ты шо, дядя. Аппарат такой зараженный, пацаны, зараженный. Зараженный аппаратик такой. Ну и следующие автомобили, в принципе, показывать особо нечего. Как бы, это рабочая лошадочка, чисто газонная, которая Максим работает. Ночью зарабатывает ловешечку, потому что... Ну, в основном, он ночью играет, потому что днем он на работе, у него там другой часовый поезд. Третий чип, нитро, в принципе, ну и все. Больше у него на газоне ничего нет. То есть, тачка чисто, чтоб зарабатывать бабки. То есть, да, как бы он донатер, но, пацаны, все равно. Он работает, он перепродает автомобили, перепродает номера. То есть, зарабатывает с помощью перепродажи, с помощью дальнобойщиков, там, и так далее. Ну и следующий автомобиль, от которого я просто, блин, теку реально. Это очень крутая машина и очень-очень редкая, пацаны. Бля, ну это прям, пацаны, просто, ну, я себе тоже очень сильно ее хочу. Но, блин, такая тачка стоит, пацаны, ну, лямов 200 где-то, плюс-минус. Может быть больше, может быть меньше, но тачка реально очень редкая. То есть, реально очень редкая. Найти такую тачку в продаже, пацаны, на это реально должно повезти. Здесь, получается, третий чип, аудиосистема, нитро. Очень мне симпатизирует этот автомобиль, но он, сука, пиздец дорогой, реально. Он очень дорогой, как бы, их нигде нельзя купить. То есть, эта тачка не продается ни в автосалоне, ее нету в контейнерах, ее нигде нету, понимаете? То есть, я помню то, что эту тачку разыгрывали на день рождения проекта. Когда ему было 6 лет, и оттуда, получается, эти машины появились. Давай, бачком, пошла, 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 ой-ой-ой, ой-ой-ой, та ты шо, дядя. Ну и, в принципе, остальные машины я не вижу смысла показать, потому что они обычные. Просто там дождь с нитро, как бы, и, получается, газон. Если так примерно посчитать, то у него автопарк где-то на... Где-то 600 миллионов у него автопарк, то есть, довольно-таки неплохо. Может быть, больше подстоит. Я не знаю, я так чисто округлил, как бы, я в ценах не особо шарю. Ну, а теперь я предлагаю вам показать самое просто главное. То, что есть у него на аккаунте. Это, получается, бизнес. Потому что у донатера, у хорошего донатера должен быть хороший бизнес. Поэтому сейчас я вам, в принципе, его покажу. Ну, что ж, дамы и господа, вот, получается, его бизнес, который он приобрел за 1 миллиард 400 миллионов рублей. То есть, это реально такой топовый бизнес. Пацаны, финку показывать не буду полностью. Пацаны, без его разрешения, как бы, финку я вам показать не могу. Но, вот, допустим, за сегодня у нас, получается, 3 часа дня. И финка за сегодня 2,7. То есть, это уже, как бы, неплохо. Как бы, финночка 2,7. Думаю, как бы, около 5-7 миллионов сегодня финночка будет. Учитывая то, что сегодня, пацаны, 1 апреля, я предлагаю немножко, немножко Максимку пранкануть. Как бы, эта тачка ему нравится. Она не частенько выезжает. И поэтому, давайте ее немножко заколхозим. Так сказать, ну, 1 апреля, немножко его пранканем, я думаю. Перекрасим автомобиль. Хотя, может быть, не надо. Может быть, это зря. Хотя, почему бы и нет, пацаны? Почему бы и нет? Давайте перекрасим ее в какой-то максимально просто ущербный цвет. Все, мы потратили бабки. И давайте, давайте диски тоже, я думаю, другие поставим какие-то. Прям максимально, чтобы они не смотрелись на этой машине. Ну, я думаю, вот эти можно поставить, в принципе. Вуаля, просто. Та ты шо, вот это красота. Бля, ну, смех смехом, но что-то в этом есть, пацаны, реально. Я хотел, вроде бы, сделать как хуже, но получилось неплохо. Давайте также посмотрим, у него, может, есть какие-то номера. Просто, как бы, я думаю, всем интересно было. А, у него есть вор, получается, восьмерочки еще номера. В принципе, я думаю, все самое интересное я вам, в принципе, показал. Как бы, я вам показал его машины, его дом, его бизнес. То есть, показал все самое интересное. К сожалению, пацаны, финку я вам показать не могу. Вообще, никаким образом. Потому что я пообещал это Максиму. То есть, если он бы дал мне добро, конечно, без каких-либо проблем, я бы вам показал бы финночку данного бизнеса. Но, возможно, когда-то Максим все-таки передумает и разрешит показать финку. Ну что ж, дамы и господа, я думаю, можно заканчивать данное видео. Но я надеюсь, что оно вам понравилось. То есть, я думаю, многим было интересно, в принципе, как вообще выглядит аккаунт Максима, и как вообще выглядит аккаунт одного из лучших донатеров проекта Amazon Holy Play. То есть, я считаю, это реально получилось очень даже интересно. Но, если вы хотите, допустим, чтобы я записал видос с самим Америкосом, то есть, с Максимом, может быть, взял у него интервью, ну, либо мы просто запишем какое-то совместное видео, либо, может быть, какие-то гонки на желание, либо еще что-то, то напишите об этом в комментариях. В качестве благодарности я оставлю ссылочку на Максима Инстаграм в описании под этим роликом, и оставлю также ссылку на его ВК. Поэтому, кому интересно, кто хочет посмотреть вообще, кто в целом такой Америкос, посмотреть, как он живет, чем он занимается, то можете подписаться на его социальные сети. Ну, а я вам напоминаю то, что все ссылочки, как начать с самым играть, есть в описании под видео. Поэтому, кто желает, можете приходить на второй сервачок. Мы можем воспринять семью в компанию, поможем, чем сможем. Ну, и, конечно же, не забывайте вводить мой промокод. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.